В Чубаксарах проходят события международного масштаба. Это наш кинофестиваль, уже одиннадцатый по счёту. И здесь, в нашей студии, мы продолжаем знакомиться с гостями и его участниками. Сегодня это актриса, певица и режиссёр Екатерина Иршова и Роберт Елкибаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, первый вопрос к вам. Вы дебютантка в этом году и вы привезли свою режиссёрскую работу, которая называется «В поисках истины. Александр Негрук». О чём этот фильм? Это документальный фильм про творческую личность. Он человек многогранный, оператор, фотограф, художник и преподаватель. У него очень странные фильмы, я бы сказала. Много таких своеобразных фильмов со своим видением. Я бы сказала, что там что-то есть и от Тарковского, и от современных каких-то веяний. И мне, когда я увидела эти фильмы, захотелось об этом рассказать. Вот фильмы участников этого года я посмотрела по тематике. Они касаются Великой Отечественной войны, каких-то проблем потерь человеческих, проблем взросления. Вот чем должно такое портретное, очерковое кино зацепить зрителя? Почему зритель должен посмотреть этот фильм, как думаете? Почему он должен посмотреть? Я думаю, что каждый себя ищет в этой жизни. Он хочет найти своё предназначение, да, потому что не все люди могут понять, какое оно на самом деле. И я думаю, что если вот такие фильмы смотреть, да, например, как один из фильмов, мой фильм, я думаю, что они могут посмотреть про художника-творца, подумать про себя и понять, а в чём истина, да, зачем я живу, для чего я живу на этой земле. Вот что вас зацепило в вашем фильме? Помните, какой-то самый интересный момент. Ну, знаете, ещё надо сказать, что Александр Ильич – фигура очень сложная. Почему? Потому что, во-первых, он сам режиссёр, у него уже есть своё имя, да, свой опыт. И когда я пришла как молодой режиссёр, он подумал, угу, девочка сейчас придёт, я всё расскажу сам, как нужно снимать. И он мне, Катя, мне нужно вот это, вот это и вот это. Я так, угу, Александр Ильич, мы будем снимать по-другому. Был момент, когда, я думаю, что фильм вообще не выйдет, потому что мы настолько с ним вдрызг разругались, у нас был спор из одного кадра. Он хотел, как принято всё-таки часто в советском периоде, да, более длительные кадры, по времени. Наша молодёжь, она привыкла очень всё чётко, да, быстрый монтаж. И он мне сказал, я вообще не дам тебе, чтобы твой фильм вышел. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что мне не нравится, как ты снимаешь. И я тогда пошла просто, как говорится, ва-банк, панель и пропал. Либо мы делаем сейчас этот фильм, либо я его вообще никогда не получу. Я выбрала, что я останусь на своём, это мой фильм. Он сказал, хорошо, 20 минут подумал, и фильм всё-таки вышел. Потому что был момент на последних кадрах, съёмках, да, что фильм вообще может не выйти. Был такой момент. Герой остался доволен. Потом герой остался доволен. Через несколько дней, когда он посмотрел уже полный монтаж, он сказал, Катя, ты была права. Мне, конечно, это было очень приятно. Всё-таки, да, у него больше опыта и в режиссуре, и в операторском деле. И вот фильм всё-таки получился. Ну что ж, я думаю, что зритель тоже останется доволен. Я надеюсь, оценит. Роберт, вы привезли как актёр на фильм с интересным названием «Бабич». И этот фильм о чём? Фильм посвящается нашему великому башкирскому поэту, общественно-политическому деятелю Шейхзаде Бабичу. Тоже портретный получается? Ну да. Фильм основан на реальных событиях, охватывает, так сказать, исторические моменты, которые происходили в республике. Это создавание автономии республики, где активно участвовал поэт наш Бабич. Про башкирский народ в те времена, как они жили. И вообще, в общем, как бы режиссёр хотел показать с этим фильмом нашу культуру. То есть через человека, культуру в целом, да? Конечно, конечно, да. В фильме «Бабич» у вас какая роль? Кого вы играете? Я играл Амира Карамышева. По образу, по роли я освобождал его из тюрьмы. Вы наверняка примеряли, да? Не только роль на себя применяете, вы проживаете эту жизнь, да? Как вы думаете, вы бы смогли так же поступить, как ваш герой в те времена? Хороший вопрос, но, не знаю, как актёр всегда ищет ставить себя в те или иные обстоятельства. Если ставить себя в те обстоятельства, становится иногда страшно, потому что всё-таки война – это непросто, по-моему. Буквально в прошлый раз нашим гостем была Ольга Лаптева, тоже продюсер. И она сказала, что когда она только появилась первый раз на нашем кинофестивале, это было несколько лет назад, она сразу, ну, как бы, влюбилась в Чувашию, можно так нескромно сказать, да? И у неё возникли плавные по поводу именно нашего региона. У вас, не видите ли вы каких-нибудь перспектив для себя именно в Чувашии? Может быть, какая-нибудь задумка есть, как у режиссёра? Спасибо за такой вопрос. На самом деле, хорошая мысль у меня появилась, когда мы посетили музей вышивки, на самом деле. Да, мы сегодня там были. Я, на самом деле, второй раз, да, приезжаю сюда, была здесь три месяца назад, выступала в премии «Хорошая премия». И, вы знаете, у меня есть идея, как сделать такой некий проект, да, то есть песенный, музыкальный, когда соединяется, и исконно что-то русское, да, вот в вышивке, в архетипах, да, в образах этих, и современность. Не знаю, пока боюсь об этом говорить, потому что это нужно прописать, да, детально всё проговорить, как это будет, и потом реализовать. Ну что же, будем ждать от вас этот интересный проект. Стараемся. И у вас, какого героя вашего фильма, несколько ипостасей, сейчас хотелось бы услышать, на самом деле, певицу. Спеть? Да. Кусочек. А что-нибудь своё? Что-нибудь своё. Чтобы мы узнали, у нас была в гостях Екатерина Решова. Хорошо. У меня выходит первая песня, она, на самом деле, как фирм, у меня фильм первый, да, и песня тоже первая, такси. Я её буду петь 25-го числа на церемонии закрытия. Закрытие. Пожалуйста. Уносит ночи образ его, Увозит такси от меня далеко. Всё решено, всё решено. Я верю и жду, тебя я люблю, и не отпущу. Я сердце твоё, сердце твоё, я не отпущу. Спасибо большое. Спасибо. На этом, в буквальном смысле слова, прекрасной ноте мы завершаем. Следите за афишей эфира национального телевидения. Самые интересные гости, основные моменты кинофестиваля в нашем эфире.